Ну и бонусам Луна, Терра Луна, в принципе ее я слил там порядка около 6 долларов, тем самым я зафиксировал там прибыль в размере там около 200%, что сейчас я жду от того объема, который естественно я вам показывал, есть в Телеграме, можете подписываться, смотреть. Что я жду сейчас, сейчас по Терре Луне я жду коррекцию по Луне, не только в принципе мы видим коррекцию по аэродропу, который в принципе давали всем, мы также видим коррекцию и по Луна Классик, поэтому в принципе Луна Классик она еще больше на самом деле падает, потому как больше и выросла, но Луна тоже падает и здесь стоит отметить такую вещь, что скорее неделя будет фитиль у нас. Откупной, то есть это нужно будет посмотреть, но на дневном таймфрейме здесь был заброс, определенно был выход крупного игрока, то есть что делал крупный игрок все это время, смотрите, такую вещь, то есть он здесь естественно набирал позицию, долгое время и естественно здесь он ее уже реализовал. Реализовал он вот здесь, в принципе реализация прошла за раз, два, три дня, то есть три полных дня ему в принципе было достаточно, чтобы выйти. Напомню вам, что за эти три дня была высокая волатильность, Терра Луна гуляла от там 7 долларов до там даже ниже 5 спускалась, да и в принципе это было видно, то есть игрок здесь разгружался, естественно ему нужна была ликвидность, естественно он все сразу не сбросил, так бы он сдул все движение и просто бы не продал весь объем. Он поступил по умному, он продал весь объем на вот этих подъемах, на вот этих вот в принципе волатильных моментах и сейчас что мы видим, сейчас Луна падает на 4-часовом таймфрейме, мне не особо нравится он, почему, потому что здесь мы можем оттолкнуться с вами от 3,5 долларов, я в принципе нацелен на то, что Луна сейчас упадет до 2 долларов 60 центов где-то так и я бы хотел опять-таки откупить ее там и опять проделать то же самое. В идеале если бы она упала там в район, вот я покупал по 2.19 с копейками, да, то есть 2.19, да, была покупка, вот если туда бы она упала, то я бы был очень рад, то есть практически можно было это повторить снова, да, то есть я бы снова заработал огромные деньги. Поэтому я сейчас жду, я смотрю куда она упадет, по мувингам, по мувингам мы смотрим 5.10 мувинг, что у нас показывает, то что в принципе вот у нас идет, соответственно такая фигура назревает 3 вороны, то есть у нас раз упадение, вторая свеча красная и третья свеча тоже красная будет. И вот если в принципе шорт-сквизом там мы уйдем на 2.10, вот тут мувинг у нас в принципе сейчас где-то здесь лежит, 2.20, это будет круто, я практически сразу зайду на биржу, у меня стоит колокольчик и я ее сразу откуплю. Поэтому по луне в принципе я считаю, что это довольно-таки знаменательное будет событие и скорее всего я ее откуплю. Наверное все-таки вот это сделаю отдельный видеоролик, потому что один будет про XRP, второй про луну. Поэтому если вы смотрите этот видеоролик, в принципе мое наставление о покупке ТР Луны это диапазон от 2 долларов до 2.80, где-то так. Ну а спонсор данного видеоролика, прибыльный и надежный проект для получения высокого дохода от инвестиций это Amalex.io. По данным проектам работает команда, состоящая из высококлассных трейдеров с высоким показателем доходности и хорошим риск-менеджментом. Многие знакомые лично удостоверились в качестве и высокой эффективности данных ребят, получая хорошие ежемесячные прибыли от инвестиций в данный проект. Можно много говорить об эффективности работы данных трейдеров, но лучше лично удостовериться в качестве их работы. Начиная с минимальной суммы инвестиций, дабы лично удостоверились высокой прибыли от данного проекта. Поэтому ссылка на проект в описании под роликом. То есть в зависимости от того, успеете ли вы купить. Если это будет шорт-сквиз, то можно поставить люмитник. И люмитник там в район 2.50. То есть чтобы не ошибиться, то есть нечто среднее можно в принципе брать. И опять-таки здесь я не думаю, что будет какой-то очень быстрый какой-то рост. Опять-таки возврат на 7 долларов. Такого не будет, потому что толпу уже всадили. То есть толпа уже сейчас теряет деньги. И от отметки, куда луна там доходила, у нас уже произошла коррекция в размере 50%. Это тоже, кстати, хорошая коррекция, но я ждал бы ниже. И только потом бы я купил Терлуну. Почему крупный игрок так делает, да. То есть я до этого объяснял, почему он так сделал, разгрузился, да. То есть неспешно, да. Это одно. Но почему он так делает сейчас, это потому, что здесь люди покупали. Покупали у них, покупка, там цена была 5 долларов, 6 долларов, 7 долларов. Соответственно эти люди, возможно, они выходили сейчас в безубыток. А они должны были это сделать. Так как они не вышли в безубыток, крупный игрок сейчас будет проверять их нервы. И вытрушивать их при следующем росте, как раз таки на отметках 5, 6, 7 долларов. И впоследствии луна уйдет там выше 8-9 долларов. А эти люди потом будут болеть по фомо и смогут купить там, наверное, луну уже по 9, может возможно по 10 долларов. А то и выше. Так работает рынок, так работает маркетмейкер. Поэтому я думаю, что покупать луну, как только она впустится и спустится в район диапазона 2.20, 2.80, в принципе не зазорно. Чем ниже, запомните, вы купите эту монету в районе этого диапазона, тем вообще будет лучше. Тем будет проще пережить какие-то скачки и так далее. То есть я не думаю, что луна уже пойдет там на доллар. Набор этого невозможно, потому что здесь был крупный набор и здесь определенно есть уже интерес. Я считаю, что скорее всего луну даже не пустят до 2.20 долларов, потому что там была игроком набрана крупная позиция. Там скорее всего не дает цена и будет там в районе 2.50. Ну, время покажет, но так или иначе еще раз иксануть я, конечно, буду. И на самом деле это, скажем так, как говорят там народе, ну, бог в руки идет, как говорится. Все, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Проект, в котором можно заработать высокую прибыль, который не только сломанную делом доказал свою надежность, высокую прибыль от инвестиций, это amalex.io, ссылка на проект будет в описании под роликом.